Сейчас гуляет очень популярная новость о том, что якобы нового найденного динозавра назвали именем Титана из вселенной Марвел, а именно Танос. Правда ли, что он был такой же всемогущий, как и Танос? Вот это сейчас и узнаем. Танос Давайте начнем с описания данного динозавра. Каким он был? Хотя, что тут описывать, если от динозавра известен только один позвонок? Ну ладно, давайте посмотрим, что там у нас откопали ученые. Длина Таноса оценивается в 5,5 и 6,5 метров, ну или 18-20 футов. Ну это как бы немалая скотина, но и большим динозавром его не назовешь. Все познается в сравнении. Если взять всеми известного тираннозавра, то 6 метров Таноса по сравнению с 13 метрами тираннозавра просто покажутся мелкими. Ну да ладно, Танос является абелизавридом, поэтому давайте сравнивать его с другими абелизавридами. Ну вот, допустим, сравним его с тоже популярным Корнотавром. Если что, Корнотавр это тот красный рогатый динозавр из второго мира юрского периода. Но и тут 6-метровый Танос проигрывает своему 9-метровому брату Корнотавру. Ну, я уже не говорю про майнгазаров и так далее. Итак, в размере Танос определенно не Титан. А может он был самым большим хищником в своей области? Или может быть он был сверххищником и занимал высшую пищевую ступень в его экосистеме как тираннозавр? Ну, скажу вам сразу, нет. Танос разделял свою среду обитания с намного более крупными хищными тераподами, мегараптороидами. Это означало, что Танос не был вершиной пищевой цепи в своей среде обитания. И тем более не был самым крупным хищником. Ну, а теперь поговорим про кости и нутную научную шнягу. Несмотря на неполноту материала, присутствует ряд диагностических признаков. Хорошо развитый киль, который становится все шире и глубже по направлению назад на вентральной поверхности. Имеются две небольшие латеральные форамины, отделенные относительно широкой стенкой на каждой боковой поверхности тела позвоночника. Их хорошо развитые и глубокие презигопофизарные, спинодиапофизарные впадины. Ввиду этих особенностей, Танос, наверное, выделялся сильнее, чем другие абелизавриды и его времени. В своем филогенетическом анализе 2018 года, Делкур и Йори восстановили Таноса в большой политомии с другими карнатавринами внутри семейства абелизавридов. Танос разделил только два синапоморфа с карнатавринами. Передняя суставная поверхность эпистрофея более в чем в два раза выше, чем задняя суставная поверхность. А задняя поверхность наклонена к передней под углом менее 75 градусов. В настоящее время образец находится в музее палеонтологии де Монта-Альто, Бразилия. Ну и это пока все, что известно по одному только позвонку. Невероятно, правда? На что способны специалисты, палеонтологи, ученые? Они, найдя всего лишь пару позвонков, могут узнать огромное количество информации об этом динозавре. Вот за что я люблю палеонтологию. Итак, сделаем вывод. Это правда, что имя динозавру дали в честь Таноса, именно в честь персонажа Марвел Комиксов. Но они дали ему не вследствие каких-то размеров или силы, а просто по прикову. Размеры его были довольно мелкие для терапода, и из-за конкуренции в виде мегарапторов он и не мог быть крупнейшим сверххищником в своей области. И знаете, я частенько рассказываю подобные новости на этом канале, так что подписывайтесь, ставьте лайки. А также, если вы хотите узнать, что я делаю в субботное время, кроме как интересуюсь динозаврами, то можете зайти на мой инстаграм-аккаунт, он будет в описании. Также, кстати, в описании есть ссылка на мою группу ВКонтакте. Заходите туда, там мемасики с динозаврами, там реально интересно. Я там, конечно, не администратор, но я там сижу, и там реально интересно. Спасибо всем большое за просмотр, и помните, думать полезно.